Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и это новая рубрика на моем втором канале, где я буду решать тактику на Ческоме. Буду решать задачки, значит, вместе с вами буду пытаться размышлять, вы будете следить за моим ходом мыслей и поймете, на что я обращаю внимание при расчете задач. Поскольку существует определенная система, сначала нужно оценить позицию, оценивать позицию нужно тоже исходя из определенных критериев. Короче, давайте начнем и по ходу разберемся. Значит, рейтинг у меня достаточно неплохой на Ческоме по задачам, давайте нажмем начать. Так, интерфейс у нас, конечно, немножечко нас подводит, небольшая, скажем так, доска, но давайте разберемся. Ход черных и наша задача попытаться решить задачу. Значит, смотрим сначала мы на материал, то есть смотрим просто сколько материала. Считаем, грубо говоря, пешки, считаем сколько фигур у каждой из сторон и оцениваем, собственно, саму позицию. Итак, у белых, как мы видим, сейчас 5 пешек, у черных тоже 5 пешек, у белых получается 2 ладьи, а у нас ладья и конь. То есть у белых лишнее качество. У нас не хватает качества, но при этом, как мы видим, сейчас белые подставили ладью на поле b6. То есть в случае взятия конь бьет b6, будет провисать где-то слон на поле e5. То есть таким образом белые пытаются отвлечь наши фигуры. Давайте теперь попробуем найти ходы кандидаты. То есть здесь, конечно, много взятий. В первую очередь следует смотреть форсированные ходы, то есть взятия. В данном случае взятие ровно 2. Это конь бьет b6 и это ферзь бьет b6. Значит, попробуем теперь посчитать какие-то варианты. Если конь бьет b6, то слон бьет e5. У меня атакован ферзь. Ему надо отходить только на поле d8, ну, после чего, собственно, получается, что у нас в итоге. То есть конь на поле b6, ферзь на поле d8. Белые где-то могут сыграть далее, например, ладья b1, напасть на моего коня. Конь должен будет уйти, потом на d8 побьют. Ну, в общем, в принципе, если мы лучшего варианта не найдем, то можно будет и этот вариант оставить. Считаем ферзь бьет b6. То есть в этом случае атакован ферзь у черных, вернее, у белых, да? Значит, и что еще? Значит, атакован ферзь у белых на поле a5. Ну, и, в принципе, ферзь бьет b6, конь бьет b6. Мы напали на пешку на поле d5. Ну, и далее можно просто сыграть, например, за белых. Ладья бьет e5, защищая пешку на поле d5. После чего получается примерно равная игра. Ладья d8, к примеру. Там слон g2 защитились на поле d5. Ну, и вроде бы ничего страшного нет. То есть и то, и то, в принципе, подходит. Какие еще есть ходы кандидаты? Может быть, мы что-то упускаем из виду. К примеру, ход слон c7, например. Или же есть еще ход слон c3. Достаточно недурной. Смотрите, друзья. Слон c3. Мы напали на ферзя. Теперь, значит, мы также напали на ладью на поле e1. И ладья на поле b6 также провисает. Если ферзь бьет c3, то ферзь бьет c3, и мы выиграли. А если ладья бьет f6, то мы забираем ферзя на поле a5. И висит ладья на поле f6. И ладья висит на поле e1. Если, например, слон h6, то мы играем слон бьет e1. Слон бьет f8. Король бьет f8. И мы, получается, остаемся с лишним материалом. Мне кажется, ход слон c3 выглядит достаточно недурно. Хотя, какие еще есть идеи на слон c3, могут ответить ферзь a5. К примеру, значит, белые. Но тогда мы забираем на поле b6 конем. Ведь слон на поле c3 у нас защищен. Итак, путем таких вот размышлений мы натыкаемся на ход слон c3. И пытаемся его сделать. Не промазав при этом по клеточке. Так, слон бьет. Так, давайте не промазываем. Слон бьет a5. Ладья d6. Ну и просто съедаем, получается, ладью на поле e1. Да, задача решена. Плюс 5 пунктов. И мы идем следующую задачу решать. Так, ход белых. Значит, у нас окончание ладейное. Быстро оцениваем позицию. У нас лишняя пешка. Но у черных очень активные фигуры. Какие ходы кандидаты здесь приходят на ум? Ну, очевидно, что белым нужно здесь как-то выиграть. То есть, есть ход ладья бьет h1. Допустим, например, король бьет h1 и король f1. Полностью вырезая короля, угрожает мат на поле h3. А если король, значит, получается h2, то мы... Так, что мы дальше делаем? Ну, кстати, у нас же король заблокированный полностью, да? То есть, он играет король h2. И мы можем сыграть, допустим, ладья e2. Следующим ходом мы просто уничтожаем эту пешку. Правда, у него есть ход король g3. Король g3. Так, король g3. Ну, далее все равно мы эту пешку как-то окучим. Какие еще есть ходы кандидаты? Ну, ладья g3. Еще какое-то прямое нападение, да? В первую очередь смотрим размены и прямые нападения. Ладья g3, король g3, ладья h1, король g2. И тут уже черный просто выигрывает, потому что на ладья f1 следует ладья e6 шах. То есть, ладья g3 это такой в порядке бреда делается ход. Поэтому, в принципе, здесь долго думать, скорее всего, не будем. Заберем на поле h1. Так, промазываю по клеточке, да? Так, еще раз. Что ж такое? Как же тяжело решать задачи со смартфона. Да, и здесь король, значит, не e1, король e1 хода нет. Так, не промазываемся. Да что ж такое? Надо было не перетаскиванием сделать, а двойным щелчком. Так, не хочет. Не хочет король пойти на поле e1. f1, вернее. Не в какую. Смотрите, друзья. Король просто отказывается туда идти. Да что ж такое? Так, вот. Король f1, да. С пятой попытки я его туда поставил, и задача решена. Следующая задача. Так, fg. Давайте быстро оцениваем позицию. 4 пешки у черных, 3 пешки у белых. Значит, у нас не хватает пешки. И какая здесь задача? Давайте смотреть. Ну, сразу бросается в глаза слабость черного короля. Какие есть ходы кандидаты, чтобы попытаться выиграть партию? В первую очередь смотрим нападение и взятие. То есть, на ум приходят следующие ходы. Ладья h1, шах. Также ладья h2, шах. Значит, ладья h2, шах. Король g7. Так, ну, мы уже тут пытаемся дальше посчитать. Ладья h2, шах. Король g7. Слон d4, шах. Если король g8, то ладья h8 мат. Поэтому надо играть слон f6. И здесь мы что можем сделать? Мы можем сыграть на связку, да? Ладья бьет f6. Значит, ладья бьет f6. Ладья бьет f6. Так, еще раз. Ладья бьет f6. Ладья бьет f6. Ладья у нас стоит на поле, значит, h2, да? Мы играем, допустим, ладья f2, но он играет просто d5. И проблема в том, что ничего вроде бы как даже и не получается. Так, а если сыграть... То есть ладья h2, это такой ложный след. Типичный ладья h2, король g7. Слон d4, слон f6. И вроде бы все перекрывается, и ничего нет у черных. Но если попробовать ладья f7, вот я сейчас вижу ход. Вот, напали на слона, и уже угрожает ладья h2 с матом, поскольку мы отрезали седьмую горизонталь черным. Значит, если ладья g7, то тогда мы бьем на e7. Ладья бьет e7, и слон бьет g5 шаг в конце. По-видимому, это решает. Давайте, друзья, так и поступим. Мы играем ладья f7. Так, не промахиваясь по клеточке. Ладья e6, да, ну и здесь ладья бьет e7. Нехитростный удар, и слон бьет g5, вновь не промахиваясь по клеточке. И забираем, значит, на поле e7. И задача решена. Идем дальше. Следующая задача. Значит, всего вроде бы 5 бесплатных задач. Ну и мы, собственно, 5 задачек и как раз и решим. Так, конь d4 было сыграно. Давайте быстро оцениваем позицию. 4 пешки, значит, у сторон. Что делать? Так, значит, смотрим. 4 пешки, позиция примерно равная. Но бросается в глаза слабость последнего ряда, значит, за ту или иную сторону. То есть, какие возможные ходы кандидата есть? Есть перекрытие, например, прыжок конь d3, но он ничего не дает, поскольку белые просто уведут коня из-под удара. Есть ход ладья d8. Очень неприятный с идеей того, что будет грозить ладья бьет d4. И далее, например, коня в 3 шах где-то. То есть, какая-то перегрузка возникает. Ну, также и после ладья d8 угрожать будет конь c6 и всякие прочие неприятности. То есть, коня мы связали. Если слом бьет e5, то мы играем слом бьет e5. И ничего сделать белые не могут, они теряют фигуру. Какие еще есть ходы кандидаты? Ну, в принципе, других ходов я здесь особо и не вижу. То есть, ладья d8 это то, что бросается в глаза. И, по-видимому, то, что должно являться правильным решением. То есть, например, ладья d8, f3, конь c6 и мы выигрываем качество. Поскольку на слон f2 мы просто забираем на поле d4. Давайте пробовать. Ладья d8. Играем, не промахиваясь. f3, да. И конь c6 теперь. Есть удар. А также есть еще и конь бьет f3, кстати. После чего... Так, вот смотрите, друзья. Здесь есть конь бьет f3, удар. На конь бьет f3 мы выигрываем качество. Если же f, то слон бьет d4, но это не выигрыш фигуры. Поскольку мы отдали коня на поле f3. Поэтому, видимо, здесь решает конь c6. И мы все-таки должны выиграть качество. На слон f2 просто забираем, значит, на поле d4. Боев у нас здесь достаточно. Да. И просто выигрываем качество. Бьем на d1. Задача решена. Следующая задача. Видимо, последняя. Бесплатная. Значит, ход белых. И мы смотрим, оцениваем позицию. По пешкам. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пешек. Далее смотрим на материал. Значит, у нас 2 коня у черных слон и конь. 2 ладьи, 2 ладьи. Ферзь, ферзь. Значит, после того, как посчитали материал, мы поняли, что у нас на пешку меньше. Дальше смотрим по безопасности короля. Оцениваем позицию. По безопасности короля. В принципе, король у черных в большой опасности. Поскольку конь на поле f6 атакован. Его уже могут белые взять. И потом пытаться объявить мат на поле h7. Значит, далее. Какие еще могут быть варианты? Так, давайте посчитаем. Задачка не такая простенькая, как кажется. Значит, что еще могут сделать здесь белые? Поскольку их король тоже находится в опасности. То есть, король на поле e1 вроде бы в безопасности. На самом деле, в достаточно существенной опасности. Правда, на пешке на поле g2 еще висит у белых. То есть, очевидно, что на взятие коня последует ладья бьет e2. Скорее всего, такой удар. И проблема в том, что на король бьет e2. Он побьет, значит, ef с шахом. То есть, в этом идея. И дальше, например, мы уходим. Он бьет на g5. И опасность мата устраняется. Так, а что если на взятие на поле f6 ладья бьет e2 ничего не забирать, а сыграть король f1? Король f1. И проблема в том, что висит мат на поле h7 черным. И спасение, в общем-то, и не видно, как от этого спасаться. Поскольку мат все равно висит во все стороны. То есть, если даже слон d5, то ферзь бьет h7 шах, король f8 и ферзь h8 мат. По-видимому, в этом тонкость, что на взятие коня и ладья бьет e2 шах, надо отказаться от взятия и сыграть король f1. Проверяем наши расчеты. Забираем коня. Да, ладья бьет e2. И здесь отказ от взятия. Король f1. Так, промахиваемся по клеточке. Король. Аккуратно. Король f1. Да, слон бьет g2. Так. Ну и теперь король g1. Еще один тонкий отход. После чего уже спасения не будет. Ничего не забираем. Ладью брать нельзя, потому что ef шах. А слона мы тоже забрать не можем. Поэтому отходим на поле g1. Так. Не промахиваясь по клеточке. И задача решена, поскольку у черных нет спасения от мата. Решаем следующую задачу. Так. Нам даже еще дают задачу. Ну давайте еще одну задачу. Значит получается, что можно 7 задач решить на бесплатной основе. Ход белых бросается в глаза сразу же суматоха. То есть полнейший хаос на доске. Значит 5 пешек. У черных также 5 пешек. Значит король под матом. Грозит ладья h1 мат. Получается здесь белым. То есть король у белых намного большей опасности, нежели король черных. Ну и здесь конечно расчеты очень сложные. Здесь скорее всего надо будет долго нам считать. Потому что, что здесь можно придумать. Так. Очень сложная задача. Ладья h1 мат грозит. Мы можем съесть, кстати, слона на поле e4. После будет ладья g2 шах. Король f1. Ну и скорее всего мы может быть оттуда уйдем. А может быть здесь есть нечто большее. То есть может быть ферзь c8 шах. Если ладья, значит ферзь бьет c8, то ладья бьет c8, король e7 и ладья e8 мат. Король g8. Значит король g7 пойти он не может. Поэтому на ферзь c8, очевидно, он будет играть король e7. Тогда мы играем ферзь d7 шах. Король f8. Ладья c8 шах. И выигрываем ферзя. Здесь ложный след, видимо, состоит в том, что мы можем забрать слона на поле e4. Но это затянет игру. А ферзь c8, по-видимому, выигрывает просто сразу на месте. Потому что здесь мат. Мат в несколько ходов. Конкретно после ладья e8 это мат. Задача решена. И следующую задачу, да, нам говорят, что все. Халява кончилась. И наш рейтинг становится 2463. Таким образом, сегодня нам удалось решить все задачи. Мы неплохо прокачали свои мозги. Поэтому, друзья, если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И обязательно решайте тактику, поскольку это здорово помогает вам в развитии вашего шахматного комбинационного зрения. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!